здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика и сегодня мы с вами свяжем вернее если бы честно я вам просто покажу как я вижу сам самый мной использованный окат рукава он подходит не для вточного рукава а именно для спущенного плеча спущенное плечо чтобы окат не делал вот складок подмышкой да я всегда всегда делаю окат хотя бы минимальный какое бы спущенное плечо не было но его нужно делать я практически всегда вяжу сокращаю по 3 петли вот когда я довязала там до длины рукава минус 5 сантиметров накат я закрываю 3 петли 2 3 и вяжу до конца ряда закрываю я петли и в лицевом и в изнаночном ряду то есть у меня получается небольшой плавный такой окат и сейчас я вам покажу как закрывать эти петли чтобы не было ступенек и тогда вам будет намного проще вшить этот рукав и шов будет очень таким нежным не грубым в общем таким как надо как мы любим чтобы все было очень красиво так я вяжу до конца ряда так я вам сейчас обращу внимание что я уже в первом лицевом ряду сделала закрыла 3 петли их просто закрыла как вот только что я вам показала вот лицевой изнаночные начиная с третьего как бы ряда закрытия петель я делаю вот такую вот манипуляцию не довязывая до конца одну петлю вот она переношу нить перед работой поворачиваю мое вязание снимаю вот эту вот первую то есть вот эта петля у меня здесь осталось я снимаю следующую и вот эту первую одеваю на вторую дарь это я закрыла одну петлю далее вяжу по узору закрыла вторую петлю и третью петлю и вяжу до конца ряда вот здесь вот подтяните видите чтобы не было вот такого вот хвоста здесь нужно подтянуть последнюю петельку вернее первую теперь петельку вяжем по узор то есть таким образом мы закрыли 3 петли этот же способ используется для вязания горловины проймы где угодно где вам нужны как бы постепенное сокращение убавления для круглой горловины для круглой проймы вот везде вы используете вот такой вот способ этих так снова я довязываю до конца ряда не провязываю последнюю петлю нить вяжу за перед работой здесь она у меня остается за работой и на этой спице еще одна петля она осталась снимаю первую петлю и одеваю на нее эту первую то есть снимая следующий первую петлю на нее одеваю это сократила одну петлю вторую петлю и третью петлю то есть следующие 3 петли я сократила вот здесь уже ровнее ничего но потом сравняется и так далее то есть в каждом начале как в конце каждого начале следующего ряда я делаю вот такой вот фокус для того чтобы был плавный как бы окат этого рукава не было ступенек сейчас я вам покажу результат вот и смотрите что у меня получается вот такой вот ровный край макатик сейчас я вам покажу все по итогу так и когда вы закрываете последние петли вы делаете здесь вот тоже самое первые петли а далее уже закрываете нормально удобным для вас способом так и в конце я вот так вот делаю последнюю протягиваю и и вот смотрите что у меня получилось вот вот такой вот плавный как бы нету ступенечек плавный окатик красивой девчонки у нас получается который потом удобно вшить в вот все а на сегодня все с вами была вика школа рукоделия всем пока пока пока